Вряд ли кто-нибудь из любителей фехтования сможет сказать, какой это по счету Кубок России для чемпиона мира по фехтованию на шпаге среди ветеранов Сергея Симовских. Ему уже более 50 лет и он до сих пор в отличной форме. С более молодыми оппонентами соревнуется почти на равных. Символично, что уступил Сергей в бою на выбывание лишь уже чемпиону мира по юниорам Георгию Бруеву. Есть хороший, достойный соперник. Вот сейчас я фехтовал чемпионом мира по юниорам Георгию. Отлично, он мне всегда нравился. Смотрел его видео, когда он фехтовал на чемпионате мира. Считаю, что его достойным он должен сидеть в четверке здесь как минимум. По поводу меня, да, ну у меня просто старая любовь к фехтованию. Бруев же и дальше продолжил победное шествие. Он совершил главную сенсацию этого турнира, победив в бою за вход в 32 первого номера всероссийского рейтинга Никиту Глазкова. Другой неожиданностью Кубка России стало поражение в группе Вадима Анохина. Из-за него он оказался на 44-й строчке в квалификации. Списать на акклематизацию, конечно, можно, потому что мы буквально вчера прилетели с этапа Кубка мира, который проходил в Аргентине. Но мне кажется, это все-таки было не до конца настроен на групповой этап. Вот и поэтому сначала начал с двух поражений. И потом уже более-менее разошелся в середине. И в конце уже наше показывает более-менее то хехтование, которое мы будем отстреливать на этих соревнованиях. Вадим смог перезагрузиться и зашел в четверку, одолев на пути в финал по очереди Сергея Биду, Алексея Тихомирова и Павла Сухова. Завершил он победное шествие только в финале, где в захватывающем поединке одержал верх над Сергеем Ходосом, став обладателем Кубка России. На третьем месте расположились Андрей Великанов и Андрей Курочкин. Также в четвертый соревновательный день Кубка России по фехтованию на дорожку вышли и саблистки. Спортсменка из Санкт-Петербурга Анна Башта была в числе главных фаворитов на медали. Я чувствую, что я не в очень хорошей форме, но, конечно, буду биться до конца, буду стараться. Фортуна в этот день отвернулась от питерской саблистки. Сначала ей на предварительном этапе в группе попали сразу две будущие призерки этого Кубка России Светлана Кормилицина и Валерия Большакова, а потом в боях на выбывание ей предстояло выйти на дорожку против победительницы, москвички Ольги Никитиной. Для 17-летней столичной спортсменки эта победа стала первой на взрослом турнире. Меня переполняют эмоции, потому что я в первый раз выигрываю взрослый турнир, и я просто в восторге от своего результата. И надеюсь, мой тренер будет очень рад за этому. В итоге места в личной женской сабле распределились следующим образом. Первенствовала Никитина, второе место заняла Большакова, а бронза у Обвинцевой и Кормилицины. Таким образом, уже шесть комплектов золотых наград Кубка России из шести возможных отправляются в Москву.